всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей девочки просят показать орхидей которые мы в течение недели с вами вместе пересаживали особенно просят показать вот этих вот малышек у которых у мамок у мамочек . роста испортилась и многие девочки писали что вот видите вон та деточка вот детка туда пошла 1 1 вот детка и вот детка и у той детки вот у той корешок идет сюда и он прям сильно сильно вот так вот мешал этой детки расти и многие девочки написали поставь что-нибудь тоненькое девчат придумала вот такую вот из-под чая qr-код и вот так вот сделала ну прекрасно себя чувствует я второй раз их полила вчера поливала наливала вниз водички как я это делаю я вам показывал в предыдущем обзоре вот эта красавица в нормальном турбере все с ней замечательно который была посажена без субстрата но чуть-чуть в них вниз добавлен мог верхние корешочки начали сохнуть но это нормально главное чтобы питание все равно орхидей кишло но питание орхидей ки идет потому что турбера на держит все замечательно сейчас повернем посмотрим что у нас тут шейкой все хорошо шейка никакого гниения нету вот именно об этом я и говорила что без субстрата сажать проблемные орхидеи гораздо лучше потому что орхидея получает достаточно проветривание и не загнивает у нее шейка дальше все останавливается сейчас орхидей к от шейки выпустит новые корешочки а за и пока новые корешки она не выпустила вот эти старые не очень хорошие корни они обязательно ее вытянут мог влажный но не болото то есть влажность здесь присутствует и очень важно чтобы верхняя часть горлышко было гораздо уже чем сам горшочек и тогда результат будет хороший вот еще одна наша красавица который тоже прекрасно ростит своих деток многие писали что не надо было бы их трогать пока они не вы она не вырани две таких орхидейки пока они не вырастет этих деток нет мои хорошие трогать было надо потому что я все объясняла в том видео сейчас после полива корешочки все зеленые все нормально посажены они здесь очень рыхло стоят на утепленном подоконнике как я его утепляла я показывала видео и написали такой комментарий что некрасиво что неровно отрезан верхний слой девчат мне красота здесь совершенно не нужна вам нужна красота отрезайте ровно делайте ровно и все у вас будет гламурно мне важно чтобы моим растениям было тепло это у меня штучка осталось от отправок поэтому она отрезана неровно как получилось здесь у нас с вами где как они дендрохиллумы две штуки мы с вами вместе пересадили а 2 я не стала пересаживать опять же ради эксперимента посмотрим кто лучше пойдет в рост вот это пересажен не пересаженная и вот этот не пересаженный вот эти вот белые штучки просто закрепила чтобы растение в разные стороны не росло потому что новые росты растут и они тянутся к свету и будет сильно размашится растение вот видите опять новый ростик пошел сейчас он станет повыше и я его тоже помещу но сюда чтобы он рос вверх там у нас с вами камбрии который мы пересаживали замечательно не себя чувствует поставила их вот в такие кашпо добавочные там горшочек в которой они посажены и спокойно теперь смогу их поить и обратно туда ставить водичка будет стекать вовнутрь горшочка растение чувствует себя прекрасно тургор не потеряли листики не сморщили все замечательно вот эти дендрохиллумы которые мы с вами пересаживали после пересадки я их еще не поила потому что они были очень хорошо напоены и вот им еще не сделала вот такие же белые окантовочки да чтобы новые росты не разрастались сюда сделаю просто не успела обязательно сделаю тоже хорошо себя чувствует растение на первый взгляд ну а дальше будем вместе с вами наблюдать а еще хочу похвалиться вам своим вот этим как она называется китайская роза смотрите как она хорошо тронулась здесь в рост она выросла прям вот на глазах замечаю не только я это пошли новые листики в рост вот что значит здесь климат цветов видите все растение прям тронулась в рост везде новые листочки так что кстати не знаю правильно сделано сделала или нет именно для него добавила доломитовой муки так как давно не пересаживала чуть-чуть но простенье прекрасно себя чувствует и меня это радует по поводу орхидейного дерева многие написали а почему такие листья вялые дряблые девчат я объяснила видео что растение перевозилась не в благоприятные для него условия то есть на улице холодно и растение стрессануло все растения практически на этом дереве стрессанули растение было пересушено дерево было пересушено но сейчас они все замечательно набирают тургор и все с ними прекрасно вот два дня опять не опрыскивала потому что меня не было здесь на складе но как бы все возобновилось потрогала внутри мог влажный все замечательно также не показывала на этом канале показывал на втором своем канале часть фикуса у меня фикус начал маленько пропадать я его привезла тоже сюда на склад и одну веточку у него отрезала и поставила вот так вот в мох мог там влажный сверху завязала и будет стоять увлажняться после среза сутки подсыхал и потом поставила но чувствует себя замечательно уже наверное дней пять вот в таком виде он у меня здесь стоит и как бы все хорошо там у нас вандачка прекрасно ростит свой цветонос продолжает здесь лига тушка все цветет и будет доращивать свои бутончики этот цветоносик я очень рада очень люблю вот так обходить свои свои плантации там у нас с вами орхидей к совершенно кстати про нее тоже написали без корней квертор машкой стоит про нее тоже есть видео и под этим видео написали что же вы такой хороший архаман и так запустили свои растения ну значит простите меня за выражение вы слушаете задним местом мои видео и смотрите хрен поймешь как вот отвечу на ваш комментарий именно так потому что в каждом видео я и кто смотрит мои видео постоянно они знают что это склад а например дома это дома растения да и уследить за таким количеством растений на складе за всеми сразу просто не бывает такой возможности ну я думаю перед недалекими ума людьми объясняться вообще не стоит но я должна была ответить человеку на его комментарий так вот это вот растение которое мы с вами сажали одним корешком воду прекрасно себя чувствует на данный момент ухудшений никаких не вижу значит будет все замечательно бегле пчик вот этот шоколад мы с вами пересаживали после пересадки один раз напоила и вот корешочки зеленые все нормально там конденсат потому что не знаю может очень тепло но пока поить тоже не буду вот эти все растюшки мы с вами тоже пересаживали тоже прекрасно себя чувствует чему я очень очень рада ну и огромная партия гигантей это первая партия гигантей который мы с вами вместе пересаживали и у многих гигантей уже замечен рост новых корней то есть корешочки тронулись в рост мы с вами вместе их поливали вот здесь одна гигантейка съедает листик ничего страшного другой растет и все замечательно те гигантейки которые были с какими-то пятнышками новые листики идут чистые хорошие так что думаю что будет с ними все замечательно ни одно растение после пересадки не стала чувствовать себя плохо ну и вот эти гигантейки мы с вами пересаживали самые последние тоже себя чувствует хорошо стоят под досветкой все их устраивает поэтому мои хорошие посмотрите мои видео и кому подходит такой уход за орхидейками пользуйтесь я очень рада кому помогают мои советы я никого не заставляю не принуждаю делать так как делаю я я просто делюсь с вами своими пересадками своими своим навыкам да и своим опытом опыт у меня не маленький с орхидейками просто не всегда есть возможность уследить за огромным количеством орхидей все мои хорошие всем пока пока наше видео обязательно с вами с пересадками скоро продолжится но думаю несколько дней видео выходить не будут думаю так но я постараюсь не пропускать чтобы вам было что смотреть и вам это все очень нравится добавляйтесь на второй мой канал который называется моя жизнь и вы будете в курсе всех событий ссылочка есть под каждым моим видео не забываем ставить лайк и подписаться на мои каналы всем спасибо